В Красноярске по разным подсчетам от 5 до 10 тысяч бездомных собак. Для кого-то это проблема, для кого-то возможность проявить свое сострадание, а для кого-то крупный бизнес. Виктор Версяцкас уже 5 лет выигрывает муниципальные тендеры. Сначала убийство бездомных собак называли санитарной очисткой города. Теперь отлов и содержание безнадзорных животных. За это время изменилось название, но суть осталась прежней. Подрядчик по отлову безнадзорных животных за 3 месяца убил 3000 собак. Красноярска заключила новый контракт по отлову и содержанию бездомных собак с прежним подрядчиком. Защитники животных неоднократно предъявляли к нему претензии за жестокое обращение. Общественники рассказывают, раньше предприниматель и сам выезжал на рейды по отлову. Возможно, потому что большой фанат охоты состоит в обществе рыболовов и охотников. Теперь же нанял рабочих. И самая большая загадка, сколько собак они ловят на самом деле. У Версяцкаса, судя по всему, три реестра. Один свой для расчета с рабочими, другой для общественников, третий для администрации. Так а где взрослые собаки? У вас в списке улиц 15 штук на эти дни. То есть с 15 улиц вы поймали одного щенка, так получается? Видимо. Получается так? Видимо, надо проверить. Вот, например, о результатах работы своего подрядчика рапортует управление дорог, инфраструктуры и благоустройства. По их отчетам за один день отловили 40 собак, причем всех стерилизовали. На следующий день и того больше – 48. И каким-то образом около сотни собак уместились в 28 вольерах, которые стоят на пункте передержки. Собаки где? Договор на оказание ветеринарных услуг у Версяцкаса заключен с клиникой здоровой зверюшки. Как ей удается оперировать по 40 собак за сутки, остается загадкой. Но в неформальном разговоре женщина призналась. По просьбе подрядчика стерилизацию самок не проводят слишком дорого. Лишь кастрируют псов. А сколько собак вы должны по контракту, по техзаданию стерилизовать и выпустить в среду обитания? Порядка тысячи. А где они? Кто? Эти собаки. Ходят. В смысле ходят? Вы их уже выпустили? Ну, вон они ходят. На улице ходят. В документах же Версяцка срисуют космические цифры. Например, с 28 сентября по 4 октября отловили 333 собаки. Акт выполненных работ подписан заместителем руководителя УДИП Александром Горленко. Чиновник, не замечая или не желая замечать нереальности предоставленных цифр, отдает Версяцкасу 763 тысячи бюджетных денег. Чиновники городской администрации, они закрывают глаза на те приписки, которые делает сегодня предприниматель. Те цифры, которые я видел, да, что по 120 собак в день отлавливают, ну, я уверен, что это невозможно. Версяцкас работает во многих районах края. И вот, например, лесосибирских чиновников тоже ничего не смущает. Никто даже не задался вопросом, как на акте клинического осмотра собаки оказалась подпись уже известного нам ветеринара из клиники «Здоровые зверушки». Ответ оказался простым. Каждую пойманную собаку в лесосибирске везут к вам сюда? Почему мы определенные дни работаем? То есть либо я выезжаю, либо муж выезжает, меня выхаживает врач. Из 4 тысяч отловленных за последние три месяца собак 80% подверглись автаназии. Об этом свидетельствуют отчеты предпринимателя. Общественники настаивают. Собак убивают самым простым и дешевым способом. Просто отстреливают. Дротики в трупах собак мы начали находить еще год назад. То есть это те собаки, которых подрядчик забыл забрать, или они убежали, он их не нашел. Мы их находили, эти трупы. В них были дротики, эти делали экспертизу. Она подтверждала, что это препарат, значит, детелин. Детелин на территории Красноярска не продают. По данным ветеринарного надзора, купить его можно, имея на руках муниципальный контракт. Поставщик фирмы «Технофарм» находится в Дзержинске. В Евросоюзе и во многих городах России этот препарат запрещен для проведения автаназии. После введения детелина животное начинает задыхаться, при этом находясь в сознании. 20 минут. То есть 20 минут животное находится в такой агонии. Да, да. Поэтому я еще раз говорю, если уж и применять этот препарат, то животных нужно сидировать, отключать животное, чтобы оно спало, а потом уже водить детелин. Убивая собак ядовитыми дротиками, можно существенно сэкономить расходы только на препараты и утилизацию. А вот если делать все по правилам – отлов, транспортировка, осмотр, семидневная передержка, стерилизация, чипирование – то каждая собака обходится почти в 6 тысяч рублей. Исполнитель контракта и люди из администрации, те, которые должны были контролировать исполнение контракта и регламента, отнеслись к нему, как просто к бумажке. Согласно регламенту, трупы собак должны быть утилизированы. Для этого подрядчик на каждое животное покупает талоны на захоронение. Сколько собак – столько и талонов. За моей спиной полигон для захоронения трупов безнадзорных животных. Именно сюда, в Емельяновский район, привозят убитых собак. Вот это договор между индивидуальным предпринимателем Версяцкасом и открытым акционерным обществом «Автоспецбаза». Именно этой компании принадлежит полигон. Согласно документам, захоронение одного трупа безнадзорного животного стоит 80 рублей. Если верить реестрам, здесь захоронены тысячи бездомных собак. Из бюджета оплачивается каждая отловленная собака. Общественники настаивают – подрядчик просто приписывает мертвые души. Возможно, непотопляемым. Версяцкас стал из-за связей в департаменте городского хозяйства. В начале 2000-х мужчина работал в муниципальном дорожном предприятии Центрального района. В любом случае, работой предпринимателя сейчас занимается прокуратура. Мы сейчас в контрольную счетную палату направили, в городе Костноярска направили предложение, чтобы комплексный в месте прокуратуры города проверить сам муниципальный заказ и действие заказчика. Если подтверждение есть именно жестокое обращение, это и уголовно относительно ответственность. Версяцкас выиграл 33 муниципальных тендера на общую сумму 54 миллиона рублей. Каждый год сумма контракта только увеличивается. По сути же, основным способом очистки города от бродячих собак был и остается отстрел. И лишь формально миллионы рублей выделяются на отлов четвероногих. На деле же их усыпляют и закапывают. Ирина Шивага, Илья Сенькевич, Дмитрий Комаров, Евгений Шестаков, Павел Иваницкий и Максим Можарин. Седьмой канал.